Верин, вы не раз слышали песню «Lion's Lives Tonight» Наибольшую популярность она обрела в исполнении группы Dead Talkings Но только в моей фанатяке более полутора сотен весьма известных исполнений Однако широкой аудитории практически неизвестно ни имя автора Не, пожалуй, самая невероятная история создания этой песни В 1939 году обычный гастарбайтер Соломон Линда из племени Зулусов Попал на подработки в Gallo Records Studio, что в Йоханнесбурге Это в ЮАР Упаковывая пластинки, шустрый малый веселил всех своими напевами Поскольку в родной деревне он был пастухом А по выходным пел на свадьбах, похоронных обрядах и прочих народных гуляниях Его складские рулады услышал продюсер студии и предложил Соломону записать пару песен Одной из них и оказалась пастущая частушка Мбаббе Что в переводе с зулузского означает лев В ней поется о том, как маленький пастух пасет скот и следит, не появится ли лев За свою песню Соломон Линда получил 10 шиллингов И отправился вместе с группой Evening Beards Из таких же, как он, зулузцев с концертами по Южной Африке Тем временем пластинка перемахнула через океан Попав в руки музыканта и ценителя этники Алана Ломакса Это тот самый, который нашел Веру Холл Что стало голосом музыки Моби, ну и других народных самородков В своих мемуарах Ломакс писал Ее пение похоже на глубокую пастушью флейту Мягкий и чистый тон, но всегда с оттенками губ и любящей удовольствие платью Будучи переизданной в сборнике народных песен Кормлэд Кромлин Грейви Уже в 90-е песня попала в руки набиравшего обороты популярности Гарлинца Ричарда Мелвилла Холла Приходящегося дальним родственником Герману Мелвиллу Автору знаменитого романа Моби Дик С легкой руки друзей детства, носящего прозвище Моби Ни слова не подняв песню, он решил, что в ней поется о том, что Лев вот-вот поднимет голову и скажет свое веское слово Угнетателям несчастного населения Африки Амбабба трансформировалась в уже привычное нам с вами Авэммавэ, Авэммавэ В общем, тарабарщина получилась полная Но именно эта тарабарщина и стала пробивать американские хит-парады Так в 1961 году песню заметил известный сонграйтер Джордж Вайс Он причесал мелодию, оставил лишь Авэммавэ, Авэммавэ И дописал английский текст В джунглях, тихих джунглях, лев сегодня спит Тише, дорогая, ночью лев спит И лишь в конце 80-х Ники, журналист из Роллинг Стоун Отважился на расследование и обнаружил, что наследники Соломона Линды Кроме тех 10 шиллингов не видели ни цента Наследников нашли, помогли выиграть суд И с тех пор небольшая Зулуфская деревушка, в которой живут его многочисленные внуки Очень даже не бедствует А вы точно знаете, откуда ноты растут Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка